Приехали в Клия, Куала-Лампурный аэропорт, летим сегодня в Индонезию. Зачкинились. Два часа лететь из Куала-Лампура в столице Индонезии, Джакарта. Мы летим КЛМ, Королевскими Ивландскими Аэлеминами. Билет стоил, между прочим, туда и обратно на человека 5000 рублей сегодня. Вообще, по-моему, красота. Вот бы у нас такие цены. Всегда. Довольно-таки большой в Куала-Лампуре аэропорт, наверное, как Шарт-Ле-Голь. И здесь тоже надо кататься на поезде, чтобы поехать к своему выходу. Кататься надо? Да, туда-сюда катаешься. Весело, очень. Наша команда, Миша, Яна и Почти Петобед, прилетели в Джакарту только что. 29 или 30 на улице. Мы в Джакарте. Мы в Индонезии. Виза в Индонезию не нужна. Когда вы прилетаете, здесь есть стоечка для виза on arrival. Можно оплатить. Можно оплатить. Я не знаю, как для граждан Украины, Белоруссии и Казахстана. Но для граждан России виза не нужна. Поэтому мы просто сейчас... А, тут, кстати, сейчас стоечки стоят, где проверяют температуру тела, потому что они не хотят, чтобы к ним Эмбала попала. Пропала? В Малайзии машину получили просто так легко. Девушка нас ждала и знала, что не приедет. И сдали мы так же легко. И сдали мы очень легко. А сюда мы пришли, мы лечили компанию Trek, докажем машину через Арбус Кархай. И мы сейчас пришли, показали мне резервирование. Девушка была так сильно утеплена, как будто бы она вообще не знала, что мы должны брать машину. Она сейчас кому-то звонит, и судит по тому, как она это делает. Он будет лечить, что она с кем-то разбирается. Все готова. Фига. Тоже трудно. А тачки нет, похоже. А еще мы вышли из аэропорта Джакарта, и так пахнет противно. Так пахнет. Противно, я даже не знаю, чем пахнет. Как Олимин. А еще нам ехать сейчас 100 км, 170 км в Каши-Мотель. После полуторачасового ожидания мы получили машину. Ситуация такая. Мы заказали машину на Argus CarHire.com. Мне пришло подтверждение, все отлично. А оказывается, Аргуст не передал данные в трек Астра. Рядом, ребята, передач, что ли? Нам перезаказали машину за те же деньги. То есть ничего нам платить не надо. Депозитность не взяли. Кстати, в Малайзии тоже депозитность не брали. Нам дали Тойоту Аванзу, и она оказалась очень крутой. Этот кожаный салон. И вообще щу-щу-щу. Единственное, что у нас был автоматик, трансмиссион. А нам дали manual трансмиссион. Но мы, конечно, пошли и сказали, что давайте-ка нам дискаунт. Потому что какого фига вообще. Мы заказывали одно, а мы нам дали другое. Но слава богу, что мы получили машину, и пока что она нам очень нравится. Нет, нам не нравится 100 км, она отрывается на 100 км. А нам и не надо ехать больше. Мы все равно тут пробку, кстати, даже не донесим. В общем, едем в отель до отеля, 98 км она у нас осталась. И все, и сегодня мы отрываемся спать, потому что очень стрессовый день. Очень стрессовый день. Ну, реально. Реально. Мы встали с утра и едем теперь в Барабадур. Это храм. К нему ехать 422 км, и навигатор почему-то говорит, что ехать 8 часов. И мы склонны ему доверять, потому что здесь очень плотный трафик. Ява, самый густонаселенный остров земли, здесь проживает 141,5 человек. Все население России. В общем, да, все население России взяли и спихнули на этот остров. А остров-то всего лишь тысячи километров в длину. Вот. И, в общем, если мы будем ездить такими темпами, то мы вообще ничего не успеем. Так что нам надо как-то очень рано вставать. И хотим сделать, наверное, первое наблюдение. Во-первых, здесь какой-то смог такой, типа дым, как будто что-то горит. Непонятно. Запах тоже горит. И запах гари или чего-то, да. Такое все. А, и во-вторых, здесь такие вежливые люди. Они все кланяются, все такие любезные. В Малайзии они были такие, ну, обычные люди такие, да, дружелюбные. А здесь это прям зашкаливает, да. Очень странно. Ну, объедем по Работу. В общем, дороги Индонезии, это кровавая, просто кровавая. Здесь, я не знаю, цвет хаос какой-то. Все на встречку выезжают, там, где надо. Все перекрывают, скамейками повороты перекрывают. Сколько ему дают денег-то? Ага, деньги еще дать ему. Он поворот, и хочет, чтобы мы деньги ему дали за поворот. А если не дашь, то он тебя перекроет. Почему я ему должна деньги давать? Не хочу. Нет, не будем давать деньги. Сколько дают? Ладно, не дают. Мы иностранцы не даем денег. Не знаю, доедем ли мы до Барабадура сегодня, потому что, короче, вот совет. Собирайтесь в Индонезию, планируйте на машине, планируйте как можно больше времени на это, потому что здесь, ну, нереально просто ездить. Че, выходите на машине? Не знаю, что это было. В общем, мы едем 5,5 часов и проехали только 250 километров, примерно. Чем больше? Ну, сколько? Ну, почти 300 уже. Ну, почти 300. Но, блин, 5,5 часов. Ужасно. И дождь еще идет. В общем, я не знаю, это реально плохая идея по Индонезии на машине кататься. Продолжайся. Прямо? Прямо. Продолжайся. Хотим есть. Остановились у кого-то локальный едальник. А, нудель есть. Нудель будем. Нудель. Покажи му. Ко-ко-ко. Ну типа нудель и му. Чё думаешь про местную? Про Индонезию чё думаешь? Прекрасно. Это Индонезия, это прекрасно. Вчера мы так и не доехали. Вернее, мы доехали, но время было уже 8 и всё было закрыто. Весь день мы ехали. Вот, в 6 утра открыт храм для всех туристов. Ну тут народу уже в 6 утра просто много. Нарогу пока не просто много, пока его немного. Вход в храм. Есть VIP вход в храм с 4 часов утра, который стоит 350 тысяч. Там можно пофотографировать рассвет. Но при этом, при входе, нельзя купить пакет, который на несколько храмов распространяется. Потому что можно купить не только один билет, а можно купить два билета. Нет, нет, нет. Здорово. Может быть, позже. Боробудур и Памбанан. 72 в апреле. Данесия Памбанан. До Мрапи в Кену. Сколько? До Мрапи. После того, чтобы вы закончили. После того, чтобы вы закончили, вернемся. Меня зовут Хэндри. Хэндри, да? Окей. Офетерия? Ага. Мы запомнили. Ага. Ария партинги. Да. Ария партинги. В общем, нам надо идти еще быстрее, потому что набежала какая-то группа в синих и черных футболках, и их просто дохуда. И в целых сто, мне кажется. Они очень шумные. А, кстати, еще тут велкам вутор дают. О-хо-хо. Да. Это, короче, маленькие студенты или школьники, тоже, смотри, студент. Вечный студент. Да. С нами опять фотографировались. Это очень странно. И опять сводились. Это начинает остораживать. Такие меляхи. Типа, я фоткаю своего друга. А на самом деле, такой, фоткает нас. Так забавно. Я сфотал ее. Ее. Я сфотал нас тоже. У меня же тоже фото. Нет, тебя не фото. Я не бесполезен. Храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм-храм. Барабадур – буддийская ступа, и связанный с ней храмовый комплекс традиции буддизма Махаяны. Барабадур возведен как огромная ступа, выполненная в форме мандалы. Фундамент ступы квадратный, со стороной 118 метров. У ступа имеются 8 ярусов, 5 нижних – квадратные, и 3 верхних – круглые. Форма мандалы представляет схему мироздания, в соответствии с буддийскими представлениями. На верхнем ярусе расположены 72 малые ступы, вокруг большой центральный. Каждая ступа в форме колокола. Внутри ступ находится 504 статуи Будды и 1460 барельефов на религиозные сюжеты. До сих пор Барабадур является местом паломничества и молитв. Паломники проходят 7 раз по часовой стрелке на каждом уровне. Прикосновение каждому буддии ступ на верхнем ярусе, согласно поверьям, приносит счастье. Объем всего сооружения составляет примерно 55 тысяч кубических метров. Ступа сооружена из двух миллионов каменных блоков. До сих пор ученые не могут определить точную дату и продолжительность строительства этого храма. Предполагают, что храм был возведен в 7-9 веках. Непонятно, вот например, даже когда мы были в Мексике, там ты заходишь в комплекс пирамид, он комплекс, потому что там пирамида, и вокруг много-много-много еще построек, где можно ходить, гулять, все смотреть. А здесь один храм, и все, и вокруг ничего нет. И как-то это так. Странновато, потому что что, они древние строили только один храм, и все, потом больше ничего себе не строили? Да, так и есть. Увидели значок с какими-то пирамидами. Поднялись. Это мистер Холл, но больше ничего. Нет пирамид. Я встану посередине, а ты меня отсюда в фотку. В общем, мы поднялись на холм, и здесь холмы. Никаких пирамид здесь нет. Я это уже говорил. Да. Это так, схематично нарисованы. Зато вид красиво открывается. Сиють на звук. Приехали в храм Банан. В храм Банан. В храм Банан. Так, а где вход-то в храм Банан? Мы приехали в храм Банан. Чем-то отдаленно он напоминает Амгурват в Камбодзе. В Камбодзе, я не так тебя. Нас опять снимают. По большому счету? Так да. Привет. Карл. Я прощаюсь, что у тебя это время. В любом случае, у меня время говорить в это видео. Окей. Вы не поверите, нас опять фотографируют. Это примерно уже, наверное, пятнадцатый раз. Мы тут такие знаменитости, просто охренеть. Не знаю, фото 20 с нами сделали. Фото 20 с нами сделали. Девочки милые очень, индонезийские, привели нам экскурсию. Они сами с острова Суматра, и эта экскурсия была для нас бесплатной, потому что это была практика для них. А еще так забавно, они такие, типа, проси ты сходить. Нет, нет, ты. Вот сейчас там новая состоит группа, я думаю, что они сейчас опять к нам подойдут. Что касается, господи, мы такие знаменитые. Правда, я плохо выгляжу, но фотографии будет плохо. А, типа, отмазалась, да? Прамбанан – комплекс раннесредневековых буддийских и индуистских храмов. Был построен в начале 10 века и признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. По преданию, прамбанан был построен по причине безответной любви. Когда принц Бандунг Бандавоса попросил Джон Гранг выйти за него замуж, она решила отказать, потому что полагала, что он убил ее отца, короля Рату Боку. Однако она попробовала схитрить, поставив перед женихом невыполнимую задачу – построить храм с тысячей статуи в одну ночь. Если бы он выполнил задачу, то смог бы жениться на ней. Эта просьба была почти исполнена до восхода солнца, но Джон Гранг попросила местных жителей сымитировать рассвет, разведя костры так, чтобы вокруг стало светло, как днем. Чувствуя, что его обманули, Бандавоса завершил только 999 статуи, а Джон Гранг он проклял, и она окаменела. Благодаря вмешательству Шивы окаменелое тело стало почитаемой тысячной статуей, которая теперь стоит в северной части храма Шивы в комплексе Прамбанан. Здесь, на самом деле, четыре храма – один Прамбанан и три поменьше, но от них ничего не осталось. Можно прогуляться, но вы здесь ничего не увидите. Прикольно, здесь никого нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА мы одни в храме всего лишь надо пройти километр примерно ой да тут круто роскошь вот по этой причине а ты зайди посмотри это полагаю они видимо раскопали его навалили кучками примерно где было теперь пытаются восстановить видишь я так понимаю они частично находят ко мне частично видимо просто приделывают свои все храмы посмотрели все храмы посмотрели здесь времени 11 к сожалению из-за того что здесь очень плотный трафик мы не успеем посмотреть половину того что задумали поэтому мы будем смотреть только самые самые спотовые местечки самое просто огонь местечки огонь огонь это вулканы осталось всего считай восемь дней считать раз два три четыре пять шесть семь восемь но день мы уже потратили мы в центральной яви в полушаге от восточной явы так что скорее всего нам три дня до боли у два дня до боли денечек другой там другой вряд ли и пять дней обратно хорошо вчера общались администратор нашего отеля она нам рассказала много интересных вещей в том числе это она нам сказала про то что можно купить два билета в одном месте это будет дешевле и мы ее спросили как насчет пробок она сказала что у пробки восточной части я в абсолютно такие же как и в западной части то есть нас ожидает примерно тот же кровавый ад и она сказала что 2 числа в принципе тот же день в который мы собираемся возвращаться в джакарту это пик пробок потому что все возвращаются домой на работу поэтому нам поэтому нам блин камни горячий просто поэтому нам надо как-то успеть я не знаю как мы вообще за все эти дни успеем поэтому мы стоим здесь и такие поляржа и снимаем видео до а вместо того чтобы уже ехать наконец-то дальше впереди нас ждут две пещерки и город с пляжем скорее всего это максимум до куда мы успеем доехать и то вряд ли здесь еще храм называется раку бока он находится на скале стоимость фото франш 13 долларов со взрослого и 7 с ребенка но вот это все призы все что на картинке больше там ничего нет сюда здорово приезжать наверное на рассвете чтобы как раз встречать тикен санса не стоит ли за 10 тысяч до но и открыт он с трех утра до 5 30 вечера утра а и короче мы не пойдем сюда потому что этого не стоит потому что мы 3 подвайзер 4 звезды мы приехали в какую-то пещеру чуть здесь происходит вообще непонятно потом видимо потом на сапогах сапогах как ты выходишь куда-то а или может быть там гуляешь потом выходишь чего не тянут интересно так много в общем в общем здесь нужно списка спускаться вот туда вот поднимают здесь вот на таких веревочках и там в резиновых сапогах гуляешь и что-то смотришь сейчас мы можем видать редкое явление обратите внимание это мощь дороги индонезии и здесь нет других машин здесь нет здесь ничего нет первые первые в индонезии такое 600 метров предлагаю кататься по этой дороге просто туда-сюда согласен короче мы нашли рай на земле и не углубление в индонезию просто зашкаливает уже спасибо куклу за это пожалуйста я любую тропинку принимаю за дорогу и строю по ней маршрут ха 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 тоже неплохо так а куда налево так было бы неплохо если были бы ворота закрыты мы приехали в какую-то маленькую локальную пещерку похоже она очень маленькая никто не хочет наших билетов против можно было морду кирпичом сделать так это и все да короче она мелкая забавно да у нас сегодня офигенно спотовый день посмотрели три храма еще в какой-то не попали посмотрели пещеры и сейчас посмотрим еще одну пещеру вы такие классные я весь мокрый поле короче в пещере короче народа просто дофига здесь супер душно и народу здесь дофига а я уже говорил народу дофига просто вся рука нельзя не видно индонезийцы могут создать пробку абсолютно везде в пещере могут создать пробку могут на пустой дороге создать пробку в магазине могут создать пробку на самом деле в этом плане наплевать на то что сзади люди идут или кто-то там вина же все наконец-то мы прорвались сквозь толпы индонезийцев минуточку там всякая ого смотри давай это была одна из самых худших пещер в которой я была в которых мы были там очень душно там невыносимо душно и воняет пробки там куча людей они ничего не подсвечены они очень сильно разрушают микрофлору микрофлору микроклимат наверно микроклимат пещеры потому что там вентиляторы стоят и там все равно очень душно да это короче полный трэш полный трэш любой выход из любых индонезийских ништяков это обязательно через рынок и сейчас мы идем по моему три этажа рынка и вот вот выход выход здесь можно это бы порядок что мы пошли к выходу и чем тут это рынок один рынок один рынок три рынка короче я взял будете в Индонезии в местной кассажке есть сут и увидите вот такую штучку ну просто кажется аджига какая-то ну что ни в коем случае не добавлять ее все просто не стоит потому что ну как бы наверное не видно но губы у меня сейчас как бы не в огне губы в огне рот в огне внутри водка в огне пищевод в огне желудок немножечко в огне а причем сидела девушка подошла Индонезийка и такая три ложки себе намовила я такая говорю ну наверное что-то нормально так она и не доела а